Спасибо за работу. Что делать, если жить не нравится? Потому что здесь надо работать. Это инфантилизм? Патология? Вся жизнь – это работа, а оплата мизерная. В среднем 15 тысяч в месяц. Живу в Беларуси. Если хотя бы 50% времени была работа, а так с утра до ночи, и не хватает времени и сил уже на свою работу по делу, на то, что деньги приносит, беда. А требования на работе растет. И жить неохота от всего этого, и силы на исходе. Настоятельная рекомендация прочитать еще раз свой вопрос. Вы же там конкретно сама себе и отвечаете на запрос. Вы же пишете, что у вас не хватает времени на то, что приносит деньги, на то, что нравится, на то, что интересно. Вот патология сегодняшнего нашего постсовдеповского пространства – вот эта привычка, выработанная годами, почему-то сидеть там, как обреченность, как безнадежность, безнадега.ру, я так это называю. Ну, тупо сидеть там, где не нравится, не хочется, и представлять себе, что это какая-то такая гарантированная то ли работа, то ли место, то ли коллектив нравится, то ли рядом с домом, то ли еще что-то. Вас же никто там не держит. Каждый из нас может позволить себе гораздо больше, нежели чем на сегодняшний момент. Не то, что имеет, а на то, что знает. Вот сегодняшнее время характеризуется основным параметром. Люди перестали учиться, люди перестали меняться, люди перестали куда-то двигаться. Они вот сами над собой так маниакально издеваются, и потом, когда доходим до какой-то черты такой безысходности, начинаем кричать «помогите». Вот очень простой критерий есть развитие любого человека. Первая ступенька — это когда вы точно, как в этом вопросе, понимаете, что уже все настолько достало, настолько сжалось в точку, что нужно что-то делать. И вот первое, что нужно сделать, нужно найти преимущество от противного, от того, что не получится. Но обязательно нужно найти это преимущество для того, чтобы выскочить из этой несовместимой с вашими представлениями общей жизненной позиции ситуации. Как только вы это можете себе позволить, обязательно появляется следующее, как ступень, ситуация, обстоятельства определенным образом, как людям кажется, складываются. И вот это будет адаптационная система, где нельзя останавливаться. Настолько зашорены, настолько привязаны, настолько привыкли кого-то слушать и самому себе или самой себе не доверять от слова совсем. И вот на второй ступеньке, на втором вот этом этапе человеку нужно меняться, нужно осваивать, нужно учиться, нельзя останавливаться. Через какой-то промежуток времени происходит осознание, что справляюсь. Значит, нужно опять-таки идти дальше, опять развиваться. И это дело должно быть классным, достойным для вас, именно для каждого. Потому что мое дело и ваше дело могут кардинально отличаться. Образы у всех разные, представления у всех разные. И то, что впечатляет меня и зажигает меня, может, у многих из вас совсем никак, даже голову не повернете в эту сторону. Почему говорится, что у каждого дорога своя, и она обязательно есть. Так вот сначала нужно превозмочь, выйти из этой ситуации безысходности, без перспективности. Кажется, весь мир рушится, а вы еще шаг делаете. Человек всегда останавливается, когда нужно сделать последний шаг. На второй степеньке, уже говорю второй раз, будут изменения. Нужно освоиться, нужно понять, что происходит. Да, нужно превозмочь немножко себя. Да, нужно дальше разбираться и учиться, и по смыслу, и по сути. И как это работает. И обязательно будет человек, который готов вам будет в этом рассказать, и помочь, и научить. Как только освоили, как только показатели начали меняться, меняется круг общения, меняется приоритетность ваша, вам становится больше интересно. У вас, как ни странно, больше появляется времени. У вас налаживается финансовая ситуация. Сейчас говорят о том, что вот все крах, вот все эти прогнозы, это же жуть прям. Вот открываешь интернет, и там пророчества, прогнозы, и мы тут все рухнем, и нам тут ничего не светит. И там ужас ужасный. И вторая крайность. Ой, там энергии классные, там идет все на нас, сейчас на нас тут вот все свалится, и мы тут все сразу осознанными станем, прочувствуем, и великими, и достойными. Но поверьте, без вашего участия в вашей жизни ничего не произойдет. Так вот сначала нужно выйти из того болота, в котором жутко, страшно, не хочу, не буду, но каждый день это делаю. Поверьте в себя, поверьте в те усилия, которые вы можете куда-то вложить, и то, что вам нравится. Поверьте в дело это. И оно может быть, знаете, как все, вот я тут с чем сталкиваюсь в последнее время, как женщины не разговаривают, так вот то она Клеопатра под гипнозом, то у нее древний рот там какой-то, то вот она в пятом колене там чуть ли не ведьма. Ну это абсурдность, услышьте меня. Ну правда абсурдность. То есть можно представиться кем угодно, но проверять и доверять будут только по качествам. По вашим действиям, по вашему отношению, по уважению, по умению договариваться, по умению держать ситуацию, хоть Клеопатра, хоть там кто угодно. Если вы ничего не умеете и ничего не знаете, корона не спасет. И третий этап, когда вы на втором освоились, когда что-то обрели, во-первых, внутреннее состояние обрели, что вы начали доверять себе. Вы понимаете, что кругом вас происходит. Вы хотя бы признаки можете определить, прояснить, проговорить или прописать самому себе. Вы будете спокойны. Это самое главное. Когда человек находится в возбужденном, нервном, каком-то нервозном состоянии, он ничего не видит, он ничего не слышит, у него одно кино свое. Мне не дали, не додали, мне страшно, мне жутко. Мне сейчас устроят, меня уволят, мне там еще что-то со мной сделают. В таком состоянии ни задачки не решают, ни дела никакие не ищут, ни переговоры не ведут. Ничего не делают. Вы хотя бы из первой-то выйдите, хоть ножку-то поставьте куда-нибудь в другую сторону. Что ж вы, все, жить не хочется. Опять вспоминаем анекдот. Идет человек, сзади два ангела. Один отлетел, говорит, я сейчас по делам и вернусь. Говорит, попишись за ним, пока тут суть доделал. Вот человек идет, говорит, ну что ж такое, жена дрянь, работа плохая, погода хреновая. Все жутко, все несносно, все не радует. Ангел сзади летит, пишет, говорит, что-то такое первый раз вижу. Хотя уже, наверное, обыденность. Ну, как скажете. Вот куда вы свой фокус, внимание направляете, то вы и увидите. Нравится там, есть возможность работать, есть перспектива. Востребовательна ваш навык, востребовательна вы как специалист. Пускай даже не на самой высокой ступеньке какой-то. Идите туда и делайте. То, что вас радует, то, что доставляет удовольствие. Ну что ж мы тут рабы, что ли, все? Неужели так быстро и в одночасье практически нас приучили к тому, что мы никто и звать нас никак? Но это же мы так решаем. Это ж мы пишем себе программу такую безнадежную. Никто ж не пишет. Вот все тут считают, кого-то кто-то обобрал. А почему-то те люди как-то не очень обременены тем, что они кого-то, как вы считаете, обобрали. Может все-таки как-то подниматься на ту ступень, где больше осознанности, больше дисциплины, понимания. И как ни парадоксально, но в хорошем понимании слова целеустремленности, не падать сразу, как первый раз не получилось. А если даже упал, ну поднялся, отряхнулся, говорит, ну бывает. Позволить себе право на ошибку, позволить себе результат, пускай, но маленький. Почему вы сидите и ждете, что кто-то за вас что-то сделает? Почему вы не хотите ничего меньше? Сейчас парадокс. Никто ничего не хочет ни узнавать, ни учиться, ни разбираться. Все какие-то вот придумывают, а он придет, а она тут как-то подойдет. И мы тут, он мне, она ему. И вот такая круговая порука, все друг друга обманывают. И в итоге все имеют не очень такие радужные перспективы. Ну кто-то же должен хотя бы из десятка-то остановиться. И кто-то должен же показать, что можно жить по-другому. Ну не жили мы так никогда. Не жили мы от того, что все чужое, все съемное, все в аренду, все как-то одним днем. Ну так человек не живет. У человека перспектива должна быть. У человека семья должна быть. Какие-то планы хотя бы лет на 10, на 20, уж я не говорю дальше. Ну хотя бы что-то, куда идем-то за руки взявшись, идем, что делаем, что творим в своей жизни. А у нас день до вечера, и я устала. День до вечера, и я устала. Это вся жизнь, что ли, как наказание. Ну подумайте, пожалуйста. Всегда у каждого есть возможность, какой бы тяжелой ситуации человек не был. Единственное, перебор, когда совсем уже перебор. Тогда останавливает жизнь жестко, и там уже ничего не поделаешь. Пока идете, пока движетесь, пока ноги ходят, пока еще здоровье присутствует, значит, есть возможность. Есть возможность, нужно искать, нужно обучаться, нужно книжки читать, нужно обращаться, нужно инициативу проявлять. Ну нужно, ребят, ну нужно, правда. Хотите вы этого или не хотите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.